МЧС отправила из Сочи в Керчь вертолет со спасателями. В Крыму взрыв прогремел в Политехническом колледже. О необходимости заплатить налоги сочинцам напомнят и в автобусе. Пока в бюджет города поступила только треть платежей. Первая, но не последняя. В Сочи появилась площадка для выгула собак, но и там собаководов не освобождают от ответственности. Российская гоночная серия Миджет снова пройдет в Сочи. Впервые в Пелотоне Кубка России появится иностранец. 17 человек погибли, около 50 пострадали. И это только предварительные данные. В Керчи в Политехническом колледже прогремел взрыв. Национальный антитеррористический комитет уже назвал это терактом. Теперь эту версию предстоит проверить силовикам. На месте работают десятки бригад скорой помощи, спасателей и ФСБ. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным погибших во время взрыва. Воспринимаем трагедию, которая произошла в Керчи, как свою боль. И максимально стараемся помочь нашим соседям, нашему братскому Крыму, справиться с этой бедой. Безусловно, мы готовы оказать любую необходимую поддержку жителям Крыма, чтобы помочь им справиться с трагедией. Наши больницы готовы принять пострадавших, оказать высокотехнологичную помощь. Кубань уже направила два вертолета санавиации с высокопрофессиональными врачами в Керчь. Бригады укомплектованы всем необходимым для госпитализации. Это горе мы воспринимаем как свое. Сейчас в Керчи Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство». К другим новостям. 1 декабря – единый день уплаты налогов. Сейчас в Сочи проходит досылка налоговых уведомлений. В бюджет города уже поступил 131 миллион рублей. Задача властей – усилить собираемость налогов. Поэтому на курорте в активную фазу вступает информационная компания. О том, что пора платить налоги, сочинцам напоминают объявления с медиаэкранов. Распространяются по разным учреждениям и 15 тысяч листовок с информацией о том, где и как, в том числе с помощью онлайн-сервисов можно выполнить свои обязательства. Для тех, кто еще не спит спокойно, в городе установили билборды, из которых Федеральная налоговая служба напоминает причину недосыпа. У налогоплательщиков осталось полтора месяца, чтобы оплатить налог на имущество, землю и транспорт. Как это сделать, даже не посещая инспекцию, можно узнать из специальных буклетов. Их распространяют и в автобусах, и в школах, и в подъездах домов. Сочинцев информируют о существовании электронных сервисов. И это не только онлайн-банки. Очень удобный сервис на сайте налоговых органов налог.ру, личный кабинет налогоплательщика. Там есть вся информация обо всех начислениях, откуда какая сумма взялась, и прямо там на сайте налоговой, из личного кабинета можно эту сумму оплатить. Налоговыми органами разработано мобильное приложение, личный кабинет налогоплательщика физического лица. Функционал там примерно такой же, как и через обычную компьютерную версию. То есть можно зайти, в том числе авторизация по отпечатку пальца, что очень удобно, не нужно пароль свой запоминать, каждый раз забивать. Прямо из приложения можно произвести оплату. Из полумиллионного населения Сочи налогоплательщиков в городе 200 тысяч. Именно налог от физических лиц поступает напрямую в местный бюджет. Поэтому и акцент в вопросе собираемости налогов на этих граждан. Какие меры необходимо принять, чтобы до конца года выполнить в полном объеме те задачи, которые перед нами стоят, чтобы мы смогли перед горожанами выполнить все свои социальные обязательства. Если в прошлом году мы не добились той идеальной цифры стопроцентной собираемости, мы при начислениях 440 миллионов бюджет собрали 415. Несмотря на то, что это достаточно эффективный показатель 94%, но в этом году мы ставим задачу все-таки в полном объеме собрать. Уже сейчас по данным налоговых инспекций начисления составили 429 миллионов. Мы планируем, что все-таки на уровне прошлого года будут эти начисления. В бюджет уже поступил 131 миллион. Ко всему прочему, город поддерживает налогоплательщиков. Сочи один из муниципалитетов, который помимо федеральных предоставляет и местные льготы. Мы приоритет поставили с вами. Это уже много лет мы практикуем, что только те, которые зарегистрированы в Сочи, имеют право пользоваться льготой. У нас льготами очень много людей пользуется. Если в цифрах посмотреть, то это немалая сумма. По налогам физических лиц на имущество мы 110 миллионов предоставляем. По налогу плюс еще полмиллиона, около миллиона это многодетные. По земельному налогу федеральные льготники 54 миллиона, по налоговым льготам муниципальным 31 миллион. Это значимые цифры и мы поддерживаем своих налогоплательщиков. Напомню, единый срок уплаты налогов 1 декабря. Напомнят об этом и сами налоговые органы. 15 тысяч листовок уже распространены в 57 учреждениях города. Впервые в этом году такая информация появится и на общественном транспорте. Вежливо напоминать будут до первого дня зимы. Далее должникам придется ждать в гости инспекторов и судебных приставов. Курортный сбор принес в бюджет края более 80 миллионов рублей. Собирать его начали с июля этого года. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев рассказал журналистам информагентств. Всего за два с половиной месяца собрали 82 миллиона рублей. Деньги поступили от сбора в Анапе, Песуче, Геленджике, Горячем Ключе, а также четырех курортных поселений Туапсинского района. Изначально краевые власти рассчитывали, что показатели только за год достигнут 70 миллионов рублей. Полученные средства направят на благоустройство тех городов, в которых взымается сбор. Жители городов уже выбрали, на что будут направлены деньги. К примеру, в Анапе установят фонари и светодиодные конструкции. В Геленджике проголосовали за новые скульптуры из садовых растений и световые композиции. Непосредственное освоение денежных средств, собранных в текущем году, начнется в начале 2019 года. Эксперимент по курортному сбору в России начал действовать с 1 мая. На Кубани он стартовал чуть позже, с 16 июля. Сроки сдвинули из-за проведения чемпионата мира по футболу. Напомню, курортный сбор взымается с отдыхающих в день заселения. Размер сбора 10 рублей в сутки с человека. Жители Краснодарского края от курортного сбора освобождены. В Сочи продолжают выявлять недобросовестных ательеров. Мониторинг средств размещения на курорте проводится постоянно. Предприниматели, оказывающие услуги по размещению отдыхающих, обязаны зарегистрироваться в налоговой и провести классификацию гостиницы. В прошлом году было выявлено 262 неклассифицированных объектов в Лазаревском районе. После беседы с собственниками добровольно классификацию прошли на 51 объекте. Данные по оставшимся 211 передадут в прокуратуру и Роспотребнадзор. На сегодня специалистами Лазаревского района установлено почти полторы тысячи объектов по всем признакам, предоставляющих гостиничные услуги. По результатам работы больше половины из них прошли процедуру присвоения звезд. Мониторинг продолжается. Сочи готовится к переходу на новую систему обращения с отходами. С 1 января вывозить отходы сможет только региональный оператор. Он обеспечивает сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезбреживание и размещение мусора. Переоформить договор нужно будет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут либо заключить прямые договоры, либо делегировать все это правоуправляющей компанией. Тогда оплачивать услугу они будут домоуправлению, а оно в свою очередь рассчитается с региональным оператором. Единый тариф на услугу устанавливается региональной энергетической комиссией. Размер платы будет указываться в квитанциях отдельной строкой при расчетах за коммунальные услуги. В Сочи появилась площадка для выгула собак. Соответствующие таблички появились на зеленой зоне на улице Севастопольской. Расскажет Ольга Десятого. Выгул собак разрешен. Площадка для прогулок с домашними животными появилась в центре города на улице Севастопольской. Это вполне приличная по размеру лужайка вдоль дороги с видом на дублер курортного проспекта. Здесь четвероногим есть где разбежаться. Именно эта территория была выбрана не случайно. Площадка находится рядом с мемориалом воинской славы, зеленую зону которого сочинские собаководы уже давно превратили в место для выгула своих домашних питомцев. И это несмотря на предупреждающие таблички о том, что делать это строго запрещено. Тем не менее любители домашних животных продолжают их выгуливать по главному памятнику погибшим воинам Великой Отечественной войны в Сочи. Собаки бегают и справляют нужду прямо на братской могиле. Участок был выбран близко от мемориального комплекса, потому что в основном большая часть любителей домашних животных выгуливала собак на территории мемориала, что совершенно неприемлемо, так как это место захоронения солдат. Место для выгула собак специально определено в администрации района. Мы выбирали этот участок для того, чтобы здесь было удобно гулять с домашними животными и, соответственно, без нанесения какого-либо вреда имуществу либо людям. Площадку на Севастопольской выделили в надежде на то, что желающих приходить к мемориалу не ради сохранения памяти, а для прогулки с животными станет меньше. А еще собаководам напоминают, что даже в специально отведенном месте для выгула собак они просто обязаны убирать за своими любимцами, чтобы не засорять территорию или хотя бы для того, чтобы другие не испачкали обувь. Согласно закону Краснодарского края номер 800 о выгуле домашних животных, владельцы домашних животных обязаны носить с собой пакеты для уборки за своими питомцами, потому что так же по этическим нормам это неприемлемо, когда уборка за животным не производится. В планах, говорят местные власти, установить дополнительные таблички с напоминанием о том, что после прогулки нужно убрать за собой. Кроме того, в центре города уже подбирают подобные территории для организации таких же площадок для прогулок с питомцами. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. К другим новостям. 177 километров дорог отремонтируют на Кубани в следующем году. Обновления ждут Краснодар, Сочи и Новороссийск. Все три агломерации включены в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сегодня рассказал губернатор региона. Вениамин Кондратьев провел совещание с руководителями дорожных предприятий. Он обратил их внимание на то, что пора отходить от точечного ремонта и приводить в порядок улицы в комплексе со всей инфраструктурой. Еще раз подчеркну, это качественная жизнь. Кто бы что ни говорил. И мы должны сегодня эту качественную жизнь в нашем Краснодарском крае обеспечить. Есть необходимость в татуаре в освещении. Мы это все в комплексе сегодня создаем. Это показатель активности в целом и экономики нашего региона и возможностей. Возможности, в том числе возможности дорожного фонда. Не каждый регион мог бы похвастаться, что у него дорожный фонд на этот год был 28 миллиардов рублей. Благодаря дорожному фонду только в Краснодаре в нынешнем году отремонтировано 90 километров улиц. На совещании обсудили и строительство новых магистралей, в том числе и транспортного кольца вокруг краевой столицы. Не менее 70 процентов местного сырья должно содержаться в товаре, чтобы он мог называться кубанским. Такое условие должно стать обязательным, считает губернатор Краснодарского края. Это поможет защитить региональных производителей от подделок. Об этом говорили на совещании в Краснодаре. Там обсудили способы присвоения товарам наименование места их происхождения. Сейчас, чтобы назвать продукцию кубанской, достаточно лишь выпускать ее в регионе. При этом не обязательно делать товар из местного сырья. Если бизнесмен поставит фасовочную линию рядом с Новороссийском, привезет рис непонятно откуда, в порту его разгрузит. Для отличия 1 процент риса возьмет кубанско. А 99 процента будет непонятно откуда. Он уже будет писать, произведено на Кубани. Мы фасовщиков поддерживаем. Расфасовщиков, а не производителей. Притом непонятно, какой продукции, какого сырья, откуда привезенного и в каких условиях вообще выращенного. Вот с таким слоем химии, политым, этот рис или там непонятно что. А мы пишем, произведено на Кубани. Мы сами убиваем изначально кубанский бренд. Мы и с краевого уровня начиная, и будем выходить на федеральный уровень в части внесения изменений, как в Гражданский кодекс, под законом нормативные акты об установлении четких, жестких критериев. И сколько должно быть сырья произведено здесь, на Кубани, для того, чтобы он мог являться тем самым производителем, который имеет право заходить в ту или иную группу товаров. На Кубани уже составили список групп товаров, которые могут претендовать на присвоение географического наименования. Инициативу Краснодарского края поддержали в Совете Федерации. Все это позволит не только защитить местных производителей от фальсификата, но и в целом положительно скажется на имидже региона. Продукция, которую вы производите, которую мы производим в Краснодарском крае, она востребована и жителями нашего региона, но и жителями страны. А все, что востребовано, начинает подделываться недобросовестными, мягко говоря, производителями. Поэтому, конечно, сегодня мы должны защитить свою качественную продукцию. И получение патента по месту происхождения товара. Сегодня необходимая мера с точки зрения защиты от недобросовестной конкуренции кубанской сельхозпродукции. Следующий шаг обязательно, чтобы по-настоящему патент в себя включал и требования к кубанскому переработчику, к кубанской продукции. В том числе, как минимум 70 процентов в той или иной баночке должно быть сырья, который выращен или произведен на Кубани. Мы будем помогать делать сопровождение федеральных структур, чтобы там проходили эти вопросы, скажем, достаточно оперативно. Но от того, кто получит патент, зависит, чтобы качество он не снижал. В Краснодарском крае уже работают механизмы, которые защищают и продвигают кубанские уникальные товары. Например, выпуск вина защищенным географическим наименованием и присвоение товарного знака «Сделано на Кубани». 1580 городских волонтеров принимают поздравления. Это добровольцы, работавшие во время чемпионата мира по футболу в Сочи. Сочинские школьники, студенты и волонтеры серебряного возраста демонстрировали гостеприимство в нашем городе на протяжении месяца. 1580 добровольцев работали в информационных палатках, в центре для неаккредитованной прессы, на площадке болельщиков и непосредственно на территории Олимпийского парка. Каждый нашёл для себя что-то важное. Кто-то потренировал свой английский язык, кто-то получил волонтёрскую книжку, получил грамоту. И впоследствии у нас есть ребята, которые работали в 11 классе, им это помогло поступить, потому что заполненная волонтёрская книжка в некоторых вузах даёт дополнительные баллы. В течение трёх дней во всех районах Сочи проходят такие встречи. Сегодня в кинотеатре Сочи добровольцам вручили подарки и благодарственные письма. Отметили победители конкурса «Волонтёр в кадре». Впереди у сочинских активистов много мероприятий. Сейчас набирают добровольцев на полумарафон, который состоится 4 ноября на трассе Сочи-автодром. 29 октября юбилей ВЛКСМ. Это всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи. В Музее истории Сочи к знаменательной дате открылась особая экспозиция. Политическая молодёжная организация под названием «Комсомол» в нашей стране родилась 100 лет назад. Тех, кто был её участником, называли комсомольцами. В нашем городе активисты ВЛКСМ появились спустя два года. Это была молодая и самоактивная часть населения. Комсомоли состояли с 14 лет до 28. Первые комсомольцы наводили порядок в городе, проводили воскресники, помогали бороться со всеобщей безграмотностью, выезжали на сельскохозяйственные работы, организовывали кружки художественной самодеятельности. А в 30-е годы в Сочи приехали комсомольцы со всей страны. Был утверждён план реконструкции Сочи-Мацестинского курорта по инициативе Иосифа Виссарионовича Сталина. И приступили в 1933 году к реализации этого плана. То есть это был грандиознейший план. Это была ударная комсомольская стройка. На это были выделены в государстве большие деньги. Комсомольцами были построены зимний театр, летний театр парка Фрунзе, художественный музей, бывший кинотеатр Стериум, многие знаковые здравницы курорта. А когда над страной нависла угроза фашизма, первыми бреды защитников стали комсомольцы. Они добровольцами, будучи комсомольцами, естественно, ушли на фронт и погибли. Буквально в начале войны кто-то погиб в 1943 году, кто-то даже в 1941 год, как Онищенко. Та молодёжь, которая осталась в городе, вступила в народное ополчение. Создавали санитарные дружины. Была большая угроза, что гитлеровцы займут Черноморское побережье. Комсомолка Людмила Пекель создала в Сочи школу радиооператоров. Подготовлено было более 200 радистов для действующей армии и партизанских отрядов. Вся комсомольская история здесь, в архивах, документах и фотографиях. До сих пор в Музее истории города-курорта Сочи приносят экспонаты, связанные с комсомолом. Вот это комсомольское знамя 70-80-х годов. Его сохранил для будущих поколений Александр Сергеевич Каравайный. Здесь хранится и его комсомольский билет, и учётная карточка члена организации, и мандат участника 19-го съезда Волкресем от Краснодарского края. 29 октября этого года комсомол отметит 100-летний юбилей. В Сочи к этому дню приурочат мероприятия во всех районах курорта. В Сочи пройдёт очередной сезон зимних гонок на яхтах. В начале ноября в акватории Меретинского порта стартует очередной сезон регаты Сочи Winter Cup. Соревнование будет интересно как профессиональным яхтсменам, так и начинающим любителям ходить под парусами. Помимо гонок участников ждут лекции, обучающие яхтенные мастер-классы. Сочи в Inter Cup состоит из шести этапов. Присоединиться к ней можно в любой момент. В каждом из них победители получат призы и подарки. Участвовать можно как индивидуально, так и командой. По результатам лучших пяти этапов определится лидер зимней серии, который получит главную награду – сам кубок. Российская гоночная серия Midjet пройдёт в Сочи. 20 октября состоятся тестовые заезды и практика. Уже 21 октября – квалификация и две гонки. В последний раз высокоскоростные соревнования Midjet на Сочи-автодроме проходили в апреле. В первенстве зимнего кубка победу одержал Антон Немкин. Лидер Кубка России в этом году Дмитрий Гвазава, победивший на четырёх предыдущих этапах. В категории Сэмипро лидирует Никита Худов. Дмитрий Угрюмов отстаёт от него на 74 очка. Впервые в пелотоне Кубка России Midjet появится иностранец, немецкий гонщик Луис Хенкефенд. Заключительный шестой этап Кубка пройдёт тоже в Сочи в ноябре. Обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.